А вот расскажите, вы упомянули тему интервью, вы провели за последнее время большое количество интервью с Олегом Зубковым, который с Крыма директор парка, с Милоновым провели интервью, с поэтом Крымским и многими другими за последнее время. Что вы для себя открыли, что вы от них получили, какие знания, какие чувства новые, культурное образование? В общем, смысл в том, что Олег Зубков, в общем, много просмотров набрал именно Олег Зубков, там что-то 70 тысяч просмотров, при этом... Кстати, Олег Зубков, он написал, что две недели назад миллион подписчиков на ютубе у него, то есть вот настолько он популярный. Ну, да. Значит, с Олегом Зубковым записали за месяц 70 тысяч просмотров, и там 3,5 часа просто мы разговариваем. Обычно такие интервью не набирают просмотров, когда 3,5 часа два человека разговаривают. Но он действительно открыт, он открыт, и он очень много сказал. Причем он сказал очень много лишнего. Он сказал то, за что ему бы, ну, очень серьезно бы прилетело, потому что такие вещи нельзя говорить. А он почему-то вот начал говорить то, что нельзя говорить в сердцах, как бы вот в сердцах, в обиженных каких-то вот чувствах стал это говорить. Я увидел, что ему это не понравилось. Я убрал это, я ему сам сказал, что Олег Алексеевич, не переживайте, я уберу то, что вас может скомпровитировать, я это уберу. И я это убрал, это никто этого не увидел. И потом, через неделю, как мы записали с ним интервью, он поехал в Москву, он был представителем Крыма. Его выбрали представителем Крыма, чтобы вы понимали. И если бы то, что я выложил, ну, где-то не через неделю, там чуть позже, но неважно, если бы я выложил как раз, я как раз это интервью и выложил перед его поездкой в Москву, выложил бы то, что вот он там сказал, я бы... Здесь, конечно, бегите, что-то было. А если бы он поехал в Москву, у него были большие неприятности. Ну, я обещал этого не делать, я обещал не говорить, обещал не показывать, потому что там очень высокие люди, и он про очень больших людей сказал такие вещи, которые вот, ну, просто ай-яй-яй и эгигей, против страны нашей и так далее, либералы, вот эти все там, украинцы, они бы это подхватили бы, и ого-го, я на костях просмотра себе не делаю. Я ему об этом сказал, ну, я ему говорю, он мне сказал, спасибо, это по-честному, мне очень приятно, я ему говорю, хорошо, Олег Васильевич, давайте с вами запишем еще одно короткое интервью, у меня будет к вам пять вопросов, потому что люди спрашивают очень много комментариев, там около пяти тысяч комментариев к этому, к нашему интервью, ну, пять вопросов просто задам, просто которые люди у вас спрашивают, вы на них ответите, ну, поэтому по времени, как долго вы будете отвечать на эти пять вопросов, ну, вот столько интервью и займет время. А он сказал, что да, все, вот спасибо за то, что ты меня поддержал, за то, что ты мне вот не предал, за то, что ты вот пошел мне навстречу, вот хороший журналист, не сделал вот эти просмотры, не заработал на этом всем-всем-всем-всем, потому что это было бы, там просмотров было бы, я думаю, в два раза больше было бы, вот. Вот, мы запишем с тобой это интервью, а теперь он не берет трубки, то есть, понимаешь, он не берет трубки, он мне позвонил с Москвы и говорит, давай запишем интервью, я говорю, ну, мне нужно хотя бы пять-семь минут подготовиться, чтобы была запись хорошая, чтобы, ну, для вопроса, эти пять вопросов, они мне записаны, сейчас я их возьму, потому что я, условно говоря, там, жарю вишницу, да, и мне нужно вот здесь и сейчас хотя бы майку одеть, что называется. Ну, вот, и через пять минут, через семь, я, не знаю, там, я ему перезвонил, я ответила Татьяна Алексагина, и она сказала, что нет, нет, все, Олег Алексеевич уже занят, никаких ответов не будет. И с тех пор, вот, уже сколько время прошло, я ему звоню, он трубки не берет, наверное, у меня заблокировал, я не знаю, зачем так поступать, но если ты по-мужски не хочешь разговаривать, если ты там еще что-то, ну, ты скажи, например, что, да, ну, мало ли, что я обещал, да, ну, а я передумал, вот, не хочу, допустим, с тобой разговаривать или еще что-то. Ну, интервью посмотрите, там, вот, вся сущность Олега Зубкова, вот, я хочу сказать, сколько я общаюсь с великими людьми, и очень часто такое бывает, что у человека есть талант, один талант, ну, и все. А люди почему-то думают, что если у него есть один талант, то он талантлив во всем. Ну, к сожалению, так, наверное, бывает, я их людей не встречал. Но, несмотря на то, что Олег Зубков ответил на вот эти пять вопросов, которые задавали ему, соответственно, его же зрители, я не буду выкладывать вот это видео, потому что я, я держу свое слово, я сказал, я не буду выкладывать то, что у вас компромиссирует, я не буду выкладывать. Поэтому там никаких обид нету, есть разочарование легкое, да, что человек вроде как занимает такой большой пост, он, ну, не пост, а такое положение в обществе, действительно, у него там миллион подписчиков, у него миллионы просмотров благодаря животным, и он представитель Крыма, и он может вот так просто, как по-детски, что ли, или как это, вот, по молодушничанию, вот как это, просто человека заблокировать, которому ты обещал, просто ответить на пять простых вопросов. Вот про Олега Зубкова вот это могу вам сказать. Здесь, конечно, пиар-служба Парка Тайгана, скорее всего, будет смотреть вот наш прямой эфир сейчас, может быть, вы сейчас обратитесь к нему через камеру, вот прямо к коллегу Зубкову, прямо вот посмотрите в глаза. Да, да, да. Ну, вообще, да, пресс-служба, вот Татьяна Александровна, пресс-служба отслеживает все, что связано с Тайганом, с Олегом Алексеевичем, все, что связано, они отслеживают. Да, ну, не знаю, Татьяна или Олег Алексеевич, если вы меня слышите, видите, но я не знаю, я не знаю, что вам сказать. Вы знаете, что я вам звоню, вы знаете, что мы с вами договорились, что вы перезвоните, что мы с вами запишем это короткое интервью, там, не знаю, мы с вами, я говорил ему о том, что давайте споем песню, вот это, помните, боярский пел? об эти игры у ног моих сели вот эту песню потрясающе мы с ним договорились петь но скал там настроение ты куда-то ради ну пять вопросов ответим не ответим поэтому если вы смотрите у меня на вас обид нету и все по фактам как есть все рассказываю вот там даже там он еще кое-что о чем меня просил потом уже не говорить я тоже этого не буду говорить потому что я сказал что не буду я не буду иди перезванивайте не хотите не перезванивать это ваше дело свое отношение к олега сесть я сказал еще в своем интервью в первом нашем интервью и сейчас могу его повторить но зачем повторяться и как вы все слышали вот такая вот такой мой посыл ну а так вообще какого впечатления как вообще вы его уважаете как человека как предприниматель вот или все-таки он бы разочаровал вас он не может разочаровать человек который входит в клетку со львами понимаешь как он может разочаровать он разочаровать не может он создал самый большой парк львов в европе и в россии и никто этого не сделал понимаете никто не сделал он это сделал поэтому это нужно это невозможно не уважать это невозможно не ценить люди приезжают и наслаждаются я у него вот был когда я ходил хотя ли вы еще не гуляли в саванне не были в клетке потому что холодно было я получаю от этого удовольствия это это потрясающе конечно я хотел там остаться на на переночевать на мне сказали что там очень холодно у него в гостинице мне конечно было бы здорово интересно походить ночью среди львов вот как они рычат ночью это такой вот трепет у нас как у приматов да вот страх вот этого сильнейшего я бы хотел это испытать но не получилось там было холодно поэтому нет у меня коллега у меня отношения совершенно которые я и сказал что уважение за то что он это сделал больше этого сделать никто не смог он действительно прошел через многие как серьезные испытания в этой жизни которые были он сам себе на и создал да например он если кто не знал он на миллиард миллиард примерно миллиард рублей точной цифры нет но судя по описанию сколько он там купил и сколько он там вложил в португалии это примерно миллиард рублей может быть другая цифра я не берусь я не видел отчетной верности а вот он вложил португалии португалии у него забрала все эти деньги все он не имеет этим деньгам никакого отношения понимаете чтобы вы понимали а вот всю широту души